здравствуйте дорогие друзья с вами радиостанция сан гейтс и я ведущий программы террорин когнито владимир гершанов а у нас сегодня в студии инесса алиева замечательный макс парамаг парапсихолог и экстрасенс из города героя минск это у нас очередная передача их уже достаточно прошло и мы имеем кучу звонков от наших уважаемых радиослушателей и интернет-пользователей инесса нас очень просили продолжить тему передачи о духах о спиритизме о высших и низших существах населяющих нашу необъятную вселенную вот а также у нас сегодня такая скорбная дата 11 сентября когда собственно говоря у нас в америке произошла очень большая трагедия несколько самолетов врезались в башни близнецы был ли это теракт или что-то еще мы не знаем но мы знаем точно одно что этих близнецов вашим больше нет погибла куча людей и когда это все будет известно что там как произошло одному господу богу известно вот но пока у нас такой травмный день в америке и все флаги опущены потому что много лет назад произошла такая страшная трагедия и так инесса и еще раз здравствуйте телефон нашего прямого эфира 847 226 9956 наши уважаемые радиослушатели могут нам звонить в абсолютно прямом эфире задавать любые вопросы так что же такое радиослушатели что же у нас такое спиритизм нас расскажите пожалуйста ну спиритизм как я думаю что тоже много кто знает как бы это перевод как считается спиритус как дух душа дух способ связи просто с душами умерших и наверное пришельцами потустороннего мира которые могут спать вот живыми определенных людей это не идиума понятно и что как бы производя вот именно то есть через не идем то есть какие-то звуки или какие-то происходят действия но пристоки то есть спиритизм это вообще такая вот наука о вызывании потусторонних сил правильно я понимаю да да а делают это медиумы правильно кто-то медиум расскажите пожалуйста ну как бы вообще как собирается там три-четыре человека да ну да я думаю что это пяти человек собирается и этих людей выбирается кто-то просто человек который сильнее то есть человек который просто-напросто специальное лицо которым ну может как бы общаться с духом да то есть это человек который должен быть сильный по силе духа самому сам и ну то есть как бы может немножко как манипулировать духом понятно хорошо а что же такое духи в таком случае расскажите нам пожалуйста это что такое духи духе но это вообще как вообще это вообще бесплотное существо как бы ну не имея ничего и потеряет и потеряясь то есть именно в человека то есть духе они могут духе дома там духе природы духе предков духе умерших но духе покровителя среди духов имеется то есть как бы немножечко не как бы как по кастам есть низшие высшие духи и так считается между ними есть это как средние духи то есть мы их можно назвать и не теми ну то есть как бы духами я так понимаю что они все духи такие хорошие добрые белые и пушистые правда от конечно нет расскажите классификация затронула я затронула тема вот именно да правильно вы сказали именно классификация есть различие вот именно добрых не то есть духов которые это считается высшими духами это как ангелы и чистые духи да и естественно низшим духом то есть это не то есть как бы подразумеваются это духе демоны как бы лярвы суккубы инку и кубы ну то есть как и тому подобное да уже ну то есть как бы гуляющий между между ними между ними то есть это вот являются то есть они не являются и не высшими духами это вот как домовики домовые как русалки как лешие ну то есть как бы тогда понятно хорошо и нас расскажите нам пожалуйста про то что бывает при вызывании духов например как это происходит и к чему это может привести значит при вызывании духов обычно ну то есть собираются вот как я говорила собирается кучу людей ну вот как группы людей и они как бы садятся за определенный стол они между собой держатся вот именно как за за руки и и эээ вообще у них компания на столе то есть это получается физическая доска другом она как говорят луиджи доска да но это было но его в магии африканская вуду это больше а так вообще как бы это вот на это вообще а как бы доска там должна быть просто циферки полностью все и буковки и да нет оно как бы должно выглядеть ну и все как бы люди садятся значит через медиумы начинается вот именно как бы вызывание значит сам процесс вот это всего то есть желательно конечно делать с 12 ночи и до четырех часов утра да а почему ну потому что это как раз вот так стильность 2 то есть вы проводится образует как бы потом они получаются ну то есть как бы взяли сам ну то есть вы вот спасены это более наибольшая активность духов получаются вот 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 каким образом эээ потом мы идем как бы он как бы спрашивает у духа конкретно то есть еще используется по моему там доска должна доска плюс блюдечко и или маятник или ночи или через блюдечко как она движется то есть как бы на останавливаться на чем-то да или стрелка или маятник должен быть ну и естественно медиум спрашивает то есть как бы произносит там дух веди или там стрелочка или маятник он конкретно как бы начинает там двигаться потом но обязательно то есть когда проводят вот этот сеанс нежелательно конечно чтобы человек был ну то есть как бы чтобы не спиртного не был не накормлен то есть ничего нельзя при сеансах делать вот именно не есть ни жирное не острого ничего за включенный свет чтобы был обязательно выключены а свечи да 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 желательно если вообще будет хорошо чтобы открыта была дверь или если камень тоже хорошо то есть на теле на окно тоже да на теле ни в коем случае чтобы не было металлических каких-нибудь предметов только то есть этот конкретного запрещается потом ну и сеансом должен проходить вообще не более как часа в сутки и но медиум он не должен только за час он должен вызвать это наверно три духа трое духов получается так потом значит естественно когда сам вот именно чисто медиум спрашивает да он должен спросить как на и но даже у духа то есть он готов ли общаться готов ли он как бы как-то ну то есть вы к разговору то есть чтобы ну то есть на или настроение то есть эти вопросы тоже должны задаваться духу да и ни в коем случае нельзя вот именно то есть врать вот как бы в коллектив всех вот именно как бы присутствующих человека который он как или зол или внутренне как бы не это потому что духи таких людей не любят но то есть если в принципе по большому счету да если там все такие люди с позитивом бы привыкли или да по большому счету сам как бы стало верчение ну то есть этот сам из вообще спиритически себя называется на столоверчение да то пройдет все великолепно то есть без всяких таких нюансов но есть но если да и еще сами духи очень сильно любят когда им задают вопросы о умерших да да или как они там вот или как там находятся то есть они это категорически вообще не но не любят и им как бы эти вопросики конечно не задаваться ну то и потом могут быть на натворить могут нет нехорошие или обидеться или аккуратненько нужно с духами да 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 ну чтобы как бы если с духами пройдет вот именно как бы беседа да нет да и плюс еще такая более веселая компания не будет вот как бы такого нагнетания то в принципе сам сеанс пройдет очень хорошо то есть ну и человек который вообще вот этим всем как бы сам медиум он очень должен и ну и рядом люди которые конечно чтобы были сами очень сильно сильные сильная была у них биополия ну и естественно совместимость вот именно совместимое то есть восприятие духом каждого там находится то есть таким образом потом если вот чисто вызывают могут вызвать вот именно как духов убийц ну то есть или еще кого-то и нехороших духов которые с которыми лучше не общаться да то тогда могут быть вообще очень страшные происходить вещи то есть сам и медиум может пострадать и потом существующие тоже могут пострадать то есть кто-то как будто растерзает кого-то как бы удушье или еще что-то тому подобное но вообще очень сильно было популярно это пятьдесятом году да вообще вся интеллигенция очень любила этим заниматься то есть это такое было как новшество по тому времени да и тоже рерих тоже в лавацкого в принципе да вот они тоже в не собирались они как бы ну занимались семицей с критическими миссиями даже наполеон уже это интересовало как бы так ну и я думаю что по большому счету то есть много кто смотрел фильмы да что везде ну то есть как бы это и италия и испания то есть и те же племена то есть выбирался тоже определенный человек или некромант человек так ну то есть называли вот именно как бы духов да то есть это для них был как просто как ангел-хранитель и они для того чтобы ну что-то узнать что-то спросить это немножко другой спиритизм правильно чуть-чуть но это тоже мы просто я просто ну к этому тоже будет немножечко подворачиваться что ну то есть как бы здесь есть давай спиритизм который вот такой деревенскобытовое а есть спиритизм профессиональный магический это разные спиритизмы да и разный подход и разные техники да здесь мы говорим вот конкретно спиритизм и которым ну то есть как бы это в домашних условиях люди как бы знались а то что вот это да деревенские 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 либо того как бы спиритизм да ну как бы первооткрыватель это обычно спиритизма вот этого вообще считалось как алан кардек француз он как бы и издал там получается у него там три и более как бы книг да по спиритизму получается какая там книга не помню книга духов по моему да и в англии в трактовке духов и еще какая-то да по моему ну да а книга медиум да ну то есть как бы вот потом очень сильно американцы как бы перетрактировали поменяли то есть перевели на свой английский лад американский лад и очень сильно вообще спиритизм очень сильно был популярен в америке то есть вот это отличается в 1858 ну то есть как бы те года потом она как-то прекратилась и по-моему в россии у нас тоже как бы это все развелось и по моему миссии и ну как бы это приостановил немножечко то есть он создал как бы ну пришел предложением то есть как комиссии там и за этим всем то есть как бы понаблюдает вообще хочу сказать что эти спиритизм даже и в наше время настоящее время много кто занимался особенно это по молодости по переходному возрасту вот юниорском возрасте очень любопытство было и у детей и у даже у взрослых там кого-то там даже вот у меня была подружка она говорит вот мне захотелось как бы вызвать этого узнать про талькова и все таки кто же убил да и короче вышел вышел дух этого высоцкого и он короче а не одна из них там кто-то была поддатая ну и короче высоцкий послал далеко горит хорошо мы и делались вот так вот так но и вообще этим не заниматься почему потому что вообще кто связывается с духом то вообще потом или заканчивается психиатрической больницей или просто на просто человек что-то случается то есть это все не бесплатно это не бесплатно нет поэтому здесь конкретно этим заниматься нужно вообще по сто раз подумать чем вы куда лезть или уже так сильно если хотите специальные как бы шаманы не команды которые занимаются этими понятно то есть а есть же еще другие медиумы которые вообще эквилибристы как я их называю они духа в себя пускают и но это прорицатели скорее чем медиум вот рассказать про них это тоже нежелательно что почему потому что потом тоже с этими людьми но это запрещено это для того чтобы пустить себя духа а потом чтобы он еще вышел это же целая тема он может не захотеть уходить например сколько он одержимых гадалок которые берут в себя духа потом их психиатрическую больницу увозит после сеанса сплошь и рядом когда дух сильнее прорицателя да и поэтому здесь правильно вы сказали здесь ни в коем случае вообще лучше даже этим не заниматься ну не не стоит этим заниматься почему потому что даже сами те же шаманы те же люди которые через себя пропускают реально они попадают потом кача оканчивается или возможно такое что или суицид или психиатрическая больница да потому что духи они могут захватить тело человека проявиться через неделю или там когда захотят и они могут так перехватить контрол контроль над человеком что даже человеческая воля будьте на самая сильная просто ну они отключают и все и начинаются тогда совсем не чудеса а очень страшно страшные вещи вот здесь получается еще как бы если даже сам вот именно впустил то он же может просто напросто этим человеком полностью управлять как я говорю да да то есть как бы и те же убийства те же как говорится но все то есть реально качается страшным ну да поэтому еще раз вот хочу предостеречь всех наших уважаемых радиослушателей пожалуйста дорогие уважаемые радиослушатели никогда самостоятельно не в эти дебри для этого есть специально обученные люди которые помогают решать эти вопросы и проблемы и если уж очень очень надо то пожалуйста обращайтесь к специалистам правильно и нас я говорю но теперь вообще человек который хочет вообще что касается вот именно и не проманте и все что касается вот именно спиритизма все что касается даже той же черной магии да потому что сейчас очень много и литература очень много заполнен интернет всем этим и конечно не стоит этим заниматься потому что вся чернота она как бы она дает добро она помогает но потом это плачевный будет результат и расплата обязательно будет поэтому не думайте так то что вы решили там что-то сделать или то что но влезли в тот же раздел как бы потому что везде полностью заполонено да там те же теми же той же литературой то же самая информация в интернете да и по чернокнижию и по некромантии по спиритизм поэтому ни в коем случае в эти вещи не есть правильно расплачиваться будут все будут расплачиваться этот и и поколения